Друзья мои, всем привет! Вы в мастерской совы рукодельницы. Сегодня я сшила такой ланчмат с сердечками. Мне он кажется довольно необычным. Идею увидела где-то на просторах интернета. Я назвала этот ланчмат сердечным. И давайте покажу вам, как я его сшила. Для ланчмата я пособирала лоскуты. Разные и в общем-то неяркие. Это остатки чего-то, что я сшила ранее. Сейчас я нарежу квадраты 8 на 8 сантиметров. Я хочу, чтобы в готовом виде квадраты были 6 на 6. Ну а с припусками 8 на 8. Вот эти квадраты. Я выложу квадраты в какое-то лоскутное полотно и источаю их за кадром, чтобы не тратить ваше время. Вот такое лоскутное полотно сшилось. Это основа моего ланчмата. Я вырезала из бумаги шаблоны сердечек. И хочу их расположить на основе, ну вот, каким-то таким образом. Сердечки я буду также шить из остатков ткани, где есть красные и розовые оттенки. Поскольку сердце у нас ассоциируется с красным цветом. Трикотаж проклеила флизелином, чтобы он был стабилен. Есть и обычные ткани. И шить я буду каждое сердечко отдельно, в стиле крэйзи. Я сшила заготовки для сердечек, для большого сердца. И для маленьких. Сейчас эту деталь я наклею на флизелин. Потому что деталь большая и мне хочется, чтобы она не деформировалась при настрачивании. Флизелин у меня самый тонкий и недорогой, но он отлично выполняет свою функцию. Такая деталь у меня получилась. Сейчас я вырежу ее и все остальные детали. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мои заготовки. Далее готовлю сэндвич. Нижняя часть ланчмата это вафельное полотно. Затем кладу наполнитель. Это холстопрошивной материал, который в хозяйственных магазинах называется половая тряпка. Кстати, в строительных магазинах он идет как ветошь и продается упаковками по 5 метров. Очень удобно. Я уже говорила, что в кухонные ланчматы я не кладу синтепон. Он может плавиться от горячего. А вот такая ткань натуральная, ее можно и утюжить, и ставить горячее, и все что угодно. Сверху кладу свое лоскутное полотно. И на него буду укладывать сердечки. Ну, так, чтобы это было красиво. Такое смешение стилей, четкая геометрия квадратов и кризис стиль сердечек, кажется, называется эклектика. Смотрите, я подготовила ланчмат. Настрачивать сердечки буду зигзагом. Вот такими красными нитками. Это полиэстер нитки для машиной вышивки. Наизнанку поставлю белые нитки. Давайте посмотрим, как я настрочила аппликации. И как отстрочила сам ланчмат. Возможно, здесь лучше бы смотрелась однотонная ткань, но тут я остатки утилизирую. Теперь нужно осноровить заготовку и окантовать. При осноровке смотрю, чтобы все углы были прямыми. Ну и готовое изделие. Я окантовала ланчмат красной бейкой. Размер ланчмата 55 на 43 сантиметра. Давайте посмотрим наизнанку. Если вам понравилось мое видео или потолкнуло к творчеству, подписывайтесь на мой канал Мастерская Совы Рукодельницы. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока! До встречи в новом видео!